Программу переселения из аварийного жилфонда в Якутии продлили еще на два месяца. Напомним, ранее крайний для региона срок установили на 1 декабря 2017-го. Однако, ввиду климатических особенностей республики и сложных условий, при которых ведут строительные работы, сроки еще раз сдвинули. Таким образом, до 1 февраля следующего года все муниципалитеты, у которых еще остаются незавершенными объекты, должны ввести их в эксплуатацию. Смогут ли уложиться строители в срок, расскажет Серглана Захарова. Семья Габриилевич с двумя детьми с 2011 года ютилась в холодной однокомнатной квартире в деревянном доме. Переселения они ждали с большим нетерпением. Перед Новым годом такой вот подарок, нати. Вот прям, ну красота. Вот прям очень рады, прям, вот квартира вообще прям хорошая, вот теплая самое главное, что и в центре. Ключи от новых квартир получили 36 семей. Новоселы осмотрели жилье и остались довольны. Не меньше порадовал и двор дома. Строители обустроили его современной игровой площадкой. Заселение в новый жилой квартал жители Серебряного Бора ждали с 2015 года. По разным причинам срок сдачи объектов несколько раз откладывали. Реализация программы переселения в поселке находилась под особым контролем руководства республики. Был разработан ряд мер, который позволил им выровнять ситуацию в одном из проблемных населенных пунктов еще в октябре этого года. Вложено очень много сил, много энергии в строительство этих домов. Дома очень красивые, комфортные, полностью благоустроенные. Отметим, что строительство одного такого многоквартирного дома общей площадью порядка 2500 квадратных метров стоит почти 100 миллионов рублей. По условиям целевой программы финансирование выполняется в соотношении 40 на 60 федеральных и консолидированных республиканских средств соответственно. Если смотреть на картину по всей республике, то в общей сложности на переселение граждан еще самой первой программы, которая началась в стране в 2008 году, было выделено больше 30 миллиардов рублей. Это самый крупный объем инвестиций на Дальнем Востоке, так же, как и размеры аварийного жилфонда, признанные таковыми до января 2012 года в Якутии. Для сравнения, в Приморском крае, где программу по информации фонда содействия реформированию ЖКХ собираются завершать так же только в следующем году, площадь аварийного жилья составляет всего чуть больше 100 тысяч квадратных метров. Якутии же осталось до завершения совсем немного. На сегодня программа выполнена на 96,17%. Но из-за климатических особенностей региона и сложных строительных условий переселения продлили до февраля следующего года. Программа к 1 декабря. Некоторые объекты у нас немножко задерживаются, но будут введены к концу года. Несколько объектов мы с муниципальным образованием приняли решение, что будем по договорам долевого участия. Это горные и верхние Вилюйские районы. Однако, как сказала руководитель ведомства, беспокоиться за вступление в долевое строительство гражданам не стоит. Подписывая договор, они не берут на себя финансовые обязательства. Значит, эта вся сумма, которая предусмотрена для строительства данного объекта, она доведена до физических лиц в полном объеме. И эта же сумма перенаправлена физическими лицами по договору долевого участия застройщику, для того, чтобы застройщик мог завершить в полном объеме данный объект. Таким образом, программу переселения должны закрыть в февралью следующего года. До крайнего срока строители обязаны устранить все недоделки в домах, которые были обнаружены уже после заселения. Здесь речь идет о 24 таких объектах. Они составляют всего 7% от общего количества построенного жилья, которого, к слову, сегодня в республике уже больше 350. Сарглана Захарова, Григорий Охлопков совместно с нервингринским филиалом НВК Саха, Якутия день за днем.